Строительные работы в спортивном комплексе не останавливают даже на время визита губернатора края. О планах развития Олимпа глава Невиномыска рассказывает под стук молотков и виск пилы. Во дворе площадка для игровых видов спорта с современным покрытием, а рядом будут строить стрелковый тир. Уже есть договоренность с инвестором. Серьезный проект. Планировали реализовать в других территориях Российской Федерации и решили начать с города Невиномыска. Что он хочет за это? Он, скажем так, софинансирование. Он вкладывает деньги и просит денег. Рубль к рублю, к рублю говоря. Но главные перемены спортсменов и тренеров ждут в самом здании комплекса. Здесь полностью заменили коммуникации, обновили фасад. Сейчас ведут отделочные работы. После ремонта в Олимпе вместо прежних пяти будет восемь спортивных залов. Появится три новых для бокса, настольного тенниса и единоборств. А это гордость спортивного комплекса Олимп. Зал для игры в гандбол. Здесь и спортсменам играть будет удобнее. Новое напольное покрытие лучше пружинит. И болельщикам будет комфортнее поддерживать любимую команду, потому что увеличили расстояние между сидениями на трибуне. В общем, сплошные плюсы. Владимир Владимиров перемены Олимпа оценил положительно, в том числе и главную спортивную арену. Теперь Невиномыск сможет принимать соревнования самого высокого уровня. Ну хорошо получилось, на самом деле хорошо, молодцы. Спорткомплекс восстанавливают при поддержке бизнеса по программе государственно-частного партнерства. Первых спортсменов он примет уже в октябре этого года. Несмотря на масштабные изменения, в Олимпе удалось сохранить главное – славные чемпионские традиции. Даже при ремонте данного спортивного сооружения, все те дети, которые занимались, они просто разошлись по городу Невиномыску, они сохранили свою школу. И вот 15 октября, дай бог, все по одному звонку, все зайдут сюда и обратно продолжат тренироваться. Также глава региона осмотрел Центр детского научного и инженерно-технического творчества. Здесь помогают школьникам осваивать точные науки. Сейчас юные математики ищут новое решение для задачи – графическое. Папа, мама и сын сидят за столом. Папа говорит каждую третью минуту, мама говорит каждую седьмую минуту, а сын говорит каждую пятую минуту. И надо найти определенные минуты, в которых они говорят вместе. В этом учебном году в научном центре появились два новых класса – информатики и астрономии. Оборудование самое современное. Первые снимки звездного неба ребята уже сделали сами. Но на этом не планируют останавливаться. Большие мечты ведут к большим победам. А что ты дальше хотел делать? Ну, если было оборудование, может быть бы увидеть поверхность Марса. То есть сейчас еще не удалось, не было возможности посмотреть на Марс, возможно, в будущем даже слетать на него. Хорошую задачу ты себе поставил. Молодец. Занятия астрономии идут буквально в круглосуточном режиме. Днем теория, ночью практика, наблюдение за светилами. Тот азарт и то вдохновение, с которым они это делают, говорит о том, что мы, ребята, и так не могли отсюда. Ну, не то что выгнать, да. Они у нас постоянно живут, и в клубе, и везде. И самое главное, это позволяет им развиваться, а не сидеть в гаджетах. Очередное расширение научного центра – это дополнительная возможность взять самых талантливых учеников города. Уже сегодня его воспитанники побеждают на общероссийских и мировых научных конкурсах. О спортивном и научном будущем Невиномыска узнали Илья Захаров и Константин Шеляпин. Ставропольское телевидение. Продолжение следует...